Девушки отдыхают Лучше бы у тебя сломался Или у Таньки машина Выбрала же день в деревню поехать Ты ее тоже по лестницам гоняешь? Тебе полезно На себя посмотри Не говори, подруга Сама бы этих лифтеров поубивала бы Давай проходи Мне позвонить надо А где телефон? Там, на кухне Слушай У тебя мультики есть? Мультики? Да, мне в мультики позалез нужны Ну, может, и есть где-нибудь на сборниках Давай посмотрим Привет, мам Здравствуй, сынок Ты что, не один? Да, не один По нему другой человек разговаривает Да никто, мам Я знаю, что у меня день рождения Мам, я помню, что мы не виделись полгода Прости, мне некогда Пока Нет у тебя мультиков Ну, извини Зачем ты водку в аквариум ставишь? Рыбки сдохли Ты гостей ждешь? Нет Сам все выпей Жажда замучила Ясно Тогда с днем рождения Эй Ты чего? Эй Все нормально? Сколько времени прошло? Секунд десять Ты побольше клади мне, я еще всю ночь не спать Ты что, работаешь по ночам? Ну-ка, иди сюда Ну? Ты иди домой Не надо мне ничего Клево Ну, слушай, ты В следующий раз мне сразу звони Танькин, звони Угу Захлопну дверь Ну, да Так что ты говоришь у тебя по ночам? Работа? Сын у меня не спит Как это? Не знаю Не спит, и все А днем? Днем Упадет нам полчаса, потом опять Я уже не знаю, что делать Шачи руками разводит Либо он с ума зарет, либо я Ну, а снотворный? Ну, аллергии ему нельзя Мультики-то для него искала? Угу Он по ночам смотрит телевизор А там в это время одна эротика Ну, да Короче, выспаться тебе надо Я в учебке тоже так падал от недосыпа Был там у нас один упырь Нет, мне нужно с Никитой сидеть Потому что он один боится Ну, если рожа моя не испугается Давай я посижу Я все равно спать не собирался Привет Умеешь в хоккей играть? Давай научимся Смотри Бросаем шайбу, я за красных Ты за синих играешь И кто кому больше забьет шайбу Никит Ну, подползай, не бойся, давай Смотри Вот твоя У тебя шайба, давай, давай, давай Вот Давай, давай, Никит, давай Спасибо Угу Давай, 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 давай Ты куда, Никит? Подожди, тихо, тихо, тихо Ну, не хочешь в хоккей? Давай сказку расскажу тебе Жила была красная шапочка Хочу про красную шапочку Ну, смотри, смотри, беттер какой Давай в войнушку поиграем Никит, подожди, тихо, тихо, тихо Подожди Ну, не хочешь про шапку? Давай другую сказку Жил-был мальчик И у мальчика были папа и мама А мальчик очень любил играть в футбол Вот Костя, вперед Стой на воротах, ну, стой Не пропускай его Гоу Я забил, я забил Молодец Вы проиграешь Мама, я папе забил Костя, молодец Молодец Молодец, сынуречка Молодец Будем отыгрываться Мы побеждаем У нас уже 2-0 Так, а теперь давай Нападение Ура! Наскиваю! Вперед! Обходи папу! Пусти, папа, так не тесно! Что ты делаешь? Папа, отпусти! Бей, бей! Папа! Гол! Ты предатель! Молодец Красивый гол Че ты сказал? Константин Что ты сейчас сказал? Я кого спрашиваю? Повтори, что ты сказал, Константин С** Я тебе научусь С людьми разговаривать Сынок Костя, успокойся Успокойся, сынок Мама, пусти! Я видел, они вон там В кустах целовались Я видел Что делал? Красивый гол Ну, ты даешь, сын. Ну, ты даешь, сын. Оль. Оля. Оль. Оль. Что-то случилось? Да нет, нормально все. Слушай, я пойду, наверное. Он уснул, чего я буду сидеть? Кто уснул? Ну, кто Никита, кто? Закрой за мной, ладно? Угу. Ну, с днем рождения. Ну, и чего ты добился? Знаешь, как таких людей называют? Нет. Сукачи! Так настоящий мужик не поступает? Что? Что? Животик болит? Ничего страшного. Аппендиция такая ерунда. Сейчас мы тебя усыпим, проснешься и все будет в полном порядке. Вот видишь там в конце коридора свет? Это операционная. Иди туда. Только там пол холодный. Ты не стой, сразу забирайся на стол и лежи. Жди меня, я сейчас приду. В общем, я предполагаю, что ничего страшного, но операцию все-таки делать придется. Да не волнуйтесь, я думаю, что все будет в полном порядке. Давай, расприми руку. Расприми руку. Ну, ты что, плакать собрался, что ли? Ты же будущий солдат. Солдаты не плачут. Кино про войну любишь смотреть? Люблю. Что? Говори громко. Люблю. Вот. А солдатам знаешь, как иногда больно бывает? И ничего, они не плачут. Солдаты должны терпеть. Ты будешь терпеть, когда пойдешь на войну? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прикрой меня, ага. Здорово. С тела рождения, воин. Смотри, я тебе какую штуку купил. Войнуху вспомнишь. Выиграешь? Костян, сколько уговорил? Два пузыря. Красава. Молодец. О, а это ты на недельку запасся, да? Давай, слышь. Эй. Давай, приводи себя в порядок. Ты мне сегодня живой нужен. Слышь, нет? Костян! А ты что квартиру не закрываешь? Да выходил ночью. Забыл закрыть, наверное. Понятно. Сейчас к вашу поедем. У него там тачка сломалась. А он же без тебя со мной не ездит. Задрал же со своими предъявами тушенка. А я ему сразу сказал... Ой, извини, Костян. Я ему сразу сказал, бизнес надо было раньше делить. Еще эта его Галя воду мутит. Это же она ему капает, что типа я 50 штук закрысил. Развели меня на бабло. Теперь стрелки кидают. Ну, нафига нам к Пашке-то? Ну, что, помириться решили? Костян, ты вообще не в курсах, что происходит? Чего? Серега опять пропал. Искать будем. Давай быстро собирайся. А, скажи ему, что полка не шевелил. Алло. Да, Паш. Привет. Ну, что, мы подъехали? Угу, сейчас спущусь. Угу. Спускается он же. Ох, шустрый. Похудел, что ли? Слушай, у тебя нет ничего попить? Остаются спокойными. Пеет, а спокойствие, дура дается. Особенно, когда исчезает солнце. Особенно, когда над небе исчезает солнце. Костян, ты хорош бухать? Я там тебе клиента реального подгоню. У него бабла, походу, немереная. Там пятикомнатная квартира. Ремонт какой-то совсем круто хочет. Там время терпит, так что будешь работать нормально. Давай потом, а? О, идет. Тушенка. Смурнуть что-то Галя не дала, что ли? Здорово, Паша. Видал, Костян, он мне даже руку не подает. Да пошел ты. Я еще и пошел. Где мои пятьдесят штук? Козел. Ты хорош, а? Слышь, можете всечь разочек? Давай, попробуй. Да завязывай. Что завязывать? Подрезал наши общие бабки. Теперь на меня гонят. Да все, пацаны, успокойтесь. Поехали уже. Серегу надо искать. Че ты смотришь на меня? Кто на тебя смотрит? Затолпали. А кто вообще кипиш-то поднял, а? С чего взяли-то, что Серега пропал? Вон у этого спроси. Ну? Да тетка его звонила вся в слезах. Говорит, убили его. Как убили? Да гонит она. Забухал, как обычно. Подожди. С чего она вообще взяла, что убили? Да кто-то у нее там съездил. Говорит, в Серегиной квартире чужие люди живут. Про него говорить ничего не хотят. Да дверь даже не открывают. Ничего, она нам откроет. Это что за праздник? Опа. Здорово, мужики. К нам. На новоселье. Славик, встречай гостей. У нас пополнение. Че надо? Слышь? Ну? А это что за новоселье? Серега где? Какой Серега? Че ты гонишь? А я тебе сейчас расскажу, какой Серега. Наш друган, хозяин этой квартиры. А, бомж этот. Козел вонючий. Вся квартира им провоняла. Слышь, ты че сказал? Где Серега? Где хозяин квартиры? Да я хозяин. Какой ты хозяин? Да тебе что, документы показать? Переписал он на меня свою квартиру. Понял? Так что все по закону. Как переписал? Так вот так вот. Должен у меня. Понимаешь? Должен. Слушайте, идите. И то я с ментом вызову. А я вам говорил, Сереге надо было помогать. Да помогали. Помогали, помогальщики. Понаставили этих помоек. Хорош! А я с тупого головы знаю, как все это получилось. Этот Славик. Ты че борзись? Че тебе надо, а? Стой! Где сюда? Я тебя сейчас рот портянкой закрою. Стой! Сюда! Я не сказал! Этот Славик по-любому знал, что Серега с автомата послал. Дал ему денег, а немного дал. Чтоб 5-7 баксов, не больше. Серега здесь их и оставил. Ну, они с друзьями пришли и квартиру на себя переписали. Других вариантов нет. Ну, и че делать будем? Че делать? Искать. Да где искать-то? Где-где? На бороде. Слушай, Костян, ты же говоришь, что у тебя там батя где-то в мэрии работает. Ну и че? Связи? Да не станет он помогать. Куда он денется? Он твой батя. Поехали. Поехали. Костян, я здесь поворачиваю. Костян, че за вис? Да, вот, к воротам вставай. Раз она всегда запретила хатить в зал. Но сломанный нос не потушит в груди и пожар. Немного страшно, только перед боем. Охренеть. Костян, че застрял? Что? Ты че залип? Ну вот, ты и приехал. Я тебя давно жду. Здорово, сын. Здорово. Мать рассказывала, что ты ремонтом на жизнь подрабатываешь. Ну как тебе, на взгляд профессионала, квартира? Да, нормально. Денег много отдал. Марина, у нас есть что-нибудь еще выпить? Пойди, принеси. У тебя завтра утром совещание, не забудь, пожалуйста. Я помню. Иди, родная. Иди, иди. Должен же я, наконец, с сыном водки попить. Мы пойдем на балкон покурим. Почему так долго не приезжал? Дела были. А я тебе хотел все. С братом, с сестрой познакомить. Ты знаешь о них? Угу. Наташка в пятый класс пошла. Ромка в первом. В школе сейчас. Во второй семье. Такие смешные. Представляешь? Представляю. Да ничего ты не представляешь. Да. Ну, а сам-то как? Сам видишь. Всяко бывает. Главный живой. Тяжко пришлось. Нормально. Как угораздило? Из РПГшки в Беттер долбанули. Пойдем. Покурим. Тоже. А ты что в том батаре? Дай. А Неса уехала? Парней с тобой не было? Их раньше вытащили. Серега думал, я мертвый. Да, насчет вашего Сереги. Я не знаю, чем помочь. Хотя же надо все паспортные столы запрашивать. Неизвестно, где он выморнет. Потом будет ли он регистрироваться. Он вроде как бомж. Серега не бомж. Я не знаю. Пойдем, я не в том отделе работаю. Патриотическим воспитанием занимаюсь. Со школьниками песенки разучивать? Нас же вместе так не шутил. А вы не на моем месте. Вы в каком звании? Полковник. Ну вот. А я сержант. Только вы из кабинета. А я из бетера. А Серегу мы все равно найдем. Будем искать до упора, а найдем. Ну что мы своих не бросаем. Я теперь понимаю, почему к вам Костян ехать не хотел. Все, пацаны, поехали. Здесь вам ловить нечего. Спасибо большое. Все было очень вкусно. Шли у вас таваться, товарищ полковник. Привет. Как? А куда вы, ребят? Извините. Кость. До свидания. Послушай, Коль. Наверное, Косте надо было у нас остаться. Да. Извините. Ребята, где-то для художников учиться берут. Ну так че, кому это показывают? Вы знаете, прием документов уже закончен. Все курсы набраны. Офигеть. Извините. А можно я вас нарисую? Ну, пожалуйста. Да пошел ты. Да пошел ты. Да пошел ты. Привет. Мы тебя ждем. Привет, Никита. Привет. Можешь мне опять рассказать про того мальчика? Про мальчика? Слушай, а может в хоккей лучше, а? Нет, про мальчика. Я хочу про мальчика. Про мальчика хочешь? Ну давай про мальчика с тобой. Садись. Костя, если бы не ты, меня бы сегодня уволили. Да не бери ты в голову. Нашла бы другую работу. А что с ним дальше было? Дальше? А дальше у него появился новый папа. Чего опять дверь закрыл? Готовлюсь к зачету. К зачету? К зачету. Мужиками интересуешься? Это Шварценеггер. Да по мне хоть с горой. Голый мужик, он и есть голый мужик. Ты мне-то кончай. Я у себя в доме эту глубинную почту черпать не буду. Это не у себя в доме. Ну ничего. Ты же у нас скоро в армию пойдешь. Ты же лучше в армию, чем с тобой. Что? Опять начали? Костя. Ну ты можешь себя вести нормально. По отцу скучаешь? Сравниваешь? Настоящий матч. Куда уж деваться. Футбол, друзья, девушки. Только это, Костя, было не для нас. Мы с тобой играли в запасном составе. А Эдуард Михайлович заботится о тебе. И оба мне заботиться тоже. Достал с этой уже заботой. Что ж ты думаешь, я не знала, что он мне изменяет? Знала. Любила только очень. Вот и терпела. А ты взяла тогда и все рассказала. Ты ж ты мне тогда выбора не оставил. Оля. 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 Уснул. Тихо, тихо. На жизнь. Костя. Я сегодня была у врача. Рассказала про то, как ты Никиту усыпил. Он так удивился. Он очень хочет с тобой поговорить. Ты можешь к нему на днях зайти? Я не могу, Оля. Правда. Давай потом. Ладно. Пока. Спасибо. Давай. Дай зажигалку. Ты что творишь-то? Извини, Костя. Сосиску тестью дайте попросить. Пожалуйста. Спасибо. Здорово. Да вы что, пацаны, прикололись? Нафига вам очки-то на улице пасмурные? Ну-ка, останови машину. Что такое? Останови. Зачем? Прижмись, я тебе сказал. Ну, что? Ну, что? Что, сдурел? Крыша поехала, что ли? Ну, и кто кому навалял? А? Очки одели. Чтоб никто не увидел, что у вас на лице. Чтоб все думали, что у вас там все в порядке. Типа солнце глаза режет. Нет, пацаны, солнце-то на улице. Дай сюда. Смотри. Ну, что? А? Лучше стал? Что ты молчишь-то? Смотри, красавчик. Ну, что, нормально? Лучше стал, а? Мне очки какие одеть? На мою рожу, блин, вот эту, а? Костян, не надо. Да пошел ты знаешь куда! Я вообще не понимаю. Нафига вам очки? Может, вашим женам противно на вас смотреть? А? Может, это вас зовут? Соседи своих детей пугать? А? Или с вас защитку снимали вместе с кожей, потому что она прямо в тело вросла? А? Она вплавилась туда, как родная. Если бы вы только знали, как вы меня задолбали оба со своим молчанием, со своими бабками, со своими рожами, как вы задолбали меня! Я вообще не понимаю, нафига вам нужны очки? Вам-то что прятать за очками, а? Мама, поехали, пацаны. Серегу надо искать. Короче, я распечатал с Серегиной армейские фотки. Начнем с попрошайок у метро. На, держи. По-любому из них кто-нибудь его запомнил, он же любит с ними разговаривать. Я возьму красную ветку, ты, Костян, синюю, а этот пускай зеленую окучивает. Только доезжайте до последней станции, там их больше всего. Через три часа здесь. Посмотри, видел парня вот этого? Посмотри, повнимай, может, видел бы. А не видел вот этого молодого человеку? Не заходите. Слушайте. Только зашли, да? Нет, да? Посмотрите, пожалуйста. Нет, не видела. Нет. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Привет, Костя. Привет. Я с тобой приехал. Угу, за мной. А зачем? Хотел тебе твоего брата показать сестру. Ты в прошлый раз так быстро уехал, я даже не успел тебя с ним познакомить. Нехорошо как-то, неправильно получается. Мы же годами двигаемся. Мы же здесь нормально поговорить не можем. Поехали. Ну, поехали. Только мне до ночи вернуться надо. Вернешься, я тебе слово водителя дам. Поехали. Раздеваться. Давай, Коша. Здрасте. Привет. Ромка, некрасиво так смотреть на людей. Познакомься, это твой брат. Привет, брат. Меня зовут Костя. Ты из какого мультика? Из черной биологии. А ты сам из какого, а, фантазер? Ты ботинки снял? Я раздеваю. Я быстро. Вот такие смешные. Они, знаешь, такие разные. Ромка, хоть и младше Наташкина, четыре года защищает ее и помогает во всем. Прям настоящий мальчишка. Она тоже без него никуда. А отец так их любит. Представляешь, не знаю, я даже никогда не думала, что мужчина может так детей любить. Ну, это, наверное, потому что позднее они у него. Вот. Вот мы на дачу смотрим. Видишь? О чем шепчетесь? Я тут Косте вот про детей рассказываю. Фотографии показываю. Спят уже? Уснули. Ты чай будешь? Давай. А мне Ромка сейчас говорит, какие-то у меня ботинки некомпетентные. Купи мне новые. Слышь? О! А ботинки у меня некомпетентные. Я сам. Хорошо. Сейчас я приду. А я тоже в Чечню просился. Даже в рапорт написал. Молодец. Тебе это не важно? Нет. А что тогда важно? А то, что ты о своих детях заботишься. Я о тебе тоже заботился. Да? Да. Это когда? Когда тебя от армии отмазывал. Когда со своими договорился. Но ты ж у нас принципиальный. Угу. А ты попробовал бы пожить с Эдиком немного? Тогда бы твой рапорт точно приняли бы. Я пойду спать, Костя. Я тебя там в той комнате постелил. Хорошо? Подожди, как постелил? Костя. А сколько времени? Два часа. Костя. Я же сказал тебе, что мне нужно уехать до ночи. Подожди, Костя. Я думал, ты у нас хочешь остаться. Давай, где твой водитель? Звони ему. Я его отпустил. Блин, а? Ты, как всегда, в своем репертуаре. Стой! Братан! Пушкин, отвези меня, а? Я не таксист. Вообще, я домой еду. Слушай, отвези, а? Меня там пацан ждет вообще мелкий. Он не уснет без меня. Отвези, братан. Не уснет без меня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы думали, что ты не придешь. Извини, Оля. Задержался. Да что ж такое-то? Давай, давай я тебе помогу. Не-не, я сам. А у тебя ботинки разные. Придется еще раз вернуться. Пойдем. А это у нас что такое? Никит. Монстры какие-то. Это чудо еще не за шторой жил. За какой шторой? Я вском саду. Понятно. Только они у тебя не настоящие какие-то. Смотри. Рисуем глаз большой, туловище. Рисуем острый такой, как морковка. Ну вот. Так вот. А вот мы можем перерисовать здесь полосочку, и так квадратчик такой будет. И две палочки. Это тогда получится профильная, а там еще одно. Где еще дальше? Ну вот. Теперь он у нас сможет летать. Как Карлсон. Вот. И рот у такой большой. Теперь правильно. Потому что чудовища должны быть смешными. Суворов к себе смотри. Угу. Не вертись. Некрасно. Угу. Быстро к директору. С вещами. Полюбуйтесь, Александр Степанович, чем занимаются ваши ученики. Они наши общие ученики, Елена Васильевна. Да. Но, Александр Степанович, согласно оформленной директиве... Спасибо за сигнал, Елена Васильевна. Я разберусь. У вас ученики одни там сидят? Вот. Ну что ж, давай начнем. Возьми стул и сядь сюда. Вот так. Молодец. Теперь скажи мне свое имя. Константин. Константин. Хорошее имя. Ты должен быть постоянным человеком, Константин. Это хорошо. Ты постоянный человек, Константин. Не знаю. Не знаю? Угу. А надо. Про себя, Константин, надо знать как можно больше. Вот что ты про себя знаешь? Пока не готов. Ладно. Потом еще раз спрошу. Думай. А другие у тебя есть? Чего, рисунки, что ли? Ну да. Тебя жизнь за них сюда привели. Ну, что встал? Пойдем, пойдем. О, Степаныч, добавь, но пузырек не хватает, десяточку. Может, я это, все-таки домой пойду, а? Сейчас, держи. У меня потеряли, наверное. Вот чем еще, блин, орать будет. Боишься его? Гран-мерсим. Пойдем, пойдем. Это недолго. Александр Степанович, здравствуйте. Здравствуй, Люся. Молодец, что пришла. У меня там уже, вот, много накопилось. Заходи. Где-то здесь он у меня был. Куда он запропастился. Вот он. Не тяжело? Одна донесешь? Донесу, своя нож не тянет. Ты заходи. Зайду, зайду. Доброго вам здоровица. Умеешь же пить, человек? До свидания. Знакомая весь? Гоя Капричи. Ни разу не видел. Дай-ка свою тетрадку еще раз. Ну? Что скажешь? Не отсюда слезал. Прикольно. Только я из головы рисовал. Точно не отсюда? Ладно. Ладно. Возьми и дома еще раз посмотри. А завтра утром сюда. Часам к одиннадцати. И завтра меня убьет. У меня контрольный с утра. Не убьет. Иди домой и смотри книгу. До свидания. А что дальше? Что дальше? Про мальчика и директора. А ты об этом? А ты что не спишь-то, а? Мне интересно. Да не было там ничего интересного. Просто ходил к директору, рисовал всякую дрянь. Какую дрянь? Ну, всякую. Там ботинки, цветы, бутылки какие-то пустые. Зачем? Ну, директор думал, что у него талант. А сам он что делал? Кто? Директор. Директор? Не знаю. Водку пил. Меня мучает жажда. Неутолимая жажда, Костя. Моему организму нужна жидкость. Ты знаешь, я вырос в таком месте, где совсем нет воды. Ни речки, ни озера. Даже лужи нормальной не помню. И дождей не было почти никогда. Поэтому до сих пор хочется пить. Ты когда-нибудь видел, как из-за приоткрытой двери в темную комнату падает луч света? С самого начала он узкий, а потом расширяется. Вот так и человек. Сначала один, потом двое, потом у них дети, потом в руки, и человек расширяется, как луч до бесконечности. или до такой толщины, как я. Ты рисуй, рисуй, и не обольщайся на свой счет. Еще неизвестно, что из тебя выйдет. Да, можно? Ой, ну надо же, кто пришел. Молодой человек, а вы что, решили за учебу взяться? Мы-то думали, что любимчикам директора занятия посещать не обязательно. Да, между прочим, курсовые все давно уже сдали. У меня тоже котел. Да вы что, похвален. Интересно. Ой, а не нашла я-то тут директор. В какой виде? Рисунки отдайте. Ну что вы так? Послушайте, смотрите, сколько тут бутылок. Рисунки я сказал отдать, и случайно попали туда. Тише, что вы так волнуетесь, младой человек? За чертежи ваши я вам ставлю хорошо, вас это устраивает? А картинки я обязана показать вышестоящему руководству? Да, там же люди тоже живописью интересуют. Рисунки отдайте, я сказал. Там чертежи только должны быть. А если ваш директор считает, что ему все позволено, что он был когда-то известным архитектором, то он глубоко ошибается. Хотя это не у нее решать. Это решат там. Стой, стой! Ты сначала вот это бери, а ты вон то, и гляди не помни. Не понимаю, какое сокровище грузят. Да не переживай ты так. Она бы и без тебя меня сожрала. Года полтора под меня копала. Нашел, отчего грустить. Стой, стой! Ты сначала вот это возьми, а ты вон то. Ну что ж вы себе как... Прости, господи! А рисунки мне твои на комиссии показали. Все-таки не ошибся, я в тебе. Уродится же такой талант. Ну, что ты расстроился? Радоваться надо. К сыну еду, у сына буду жить. А рисовать не бросай. Бросишь, приеду, башку оторву. Ты меня понял? Я спрашиваю, ты меня понял? Да понял. Ну и молодец. Жалко тебя на завуче оставлять. Теперь она за тебя возьмется. Не возьмется. Провожающий, выходим. Отправляемся, проходите, пожалуйста. Смотри, башку оторву. Смотри, башку оторву. Немного шага. Марш! Направляющий шире шаг. Середина не отставать. Не в фланг. Быстрее, быстрее. Здорово. 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 Костян, эй. Это что, подставка для обуви у тебя здесь? Да отцу надо завезти. Пакет не мог положить. Так тебя жена из пакета хранить. Я их выбрасываю. Это что такое? Это же Серега. Похож. Костян, ты что ли нарисовал? А я. А ты что в армейке не сказал, что рисуешь? Да он перестанет. Да нет, серьезно похож. Надо было вчера этот рисунок показывать. Фотка старая уже, никто не узнает. Мы куда едем? А Михалыч, других вариантов нет. Хорошо. Локоточки, кулачки. Туда. Миша, хорошо. Да. Подбородка. Да. Игорь, руки возвращаются к бороде. Да. Жора, левой, левой работай. Левой. Так, хорошо. Все, а? Еще раз, левой работай. Твою левую я не вижу. Левой, 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 да работай, работай левой. Не работаю я. Не работаешь, ты бьешь ее из кармана. Я хочу видеть, что ты сверху ее. Вот, сверху. Вот так вот. Я откуда ударь? Вот. Вот, достал. Другое дело, Ваня, вставай. С лангом прикидывайся. Так. А в чем дело? Почему не работаем? Продолжаем работать все. Так, держи. Работаем. Левая, правая. Так. Левая, правая. Левая, правая. Левая, на конца. Михалыч. Есть. Михалыч. Здорово, Михалыч. О, мужики, Тема, иди в ринг, постой по раундам. Привет, мужики. Да, понимаешь, никто из вас не звонит. Вдруг раз и все сразу. Каким судьбами? Серегуич, ты его давно видел? Давно. Месяца три назад. Он ко мне приходил, деньги мне в долг пасил. Ну, я ему и дал. А что случилось? Опять пропал. Как пропал? Куда пропал? Пропал от себя. Вот что, ребят. Идите ко мне, я сейчас подоеду. Хорошо? Так. Мой фирменный бак. Да, ко мне. Сидишься на грозу. Снизу, да? Снизу, ключевые. Давайте попробуем сюда. Раз, раз. Самой правый назад. Правый назад. Опа. Да, Игорь? Вот. Тотил. А на мобильник ему звонили? Конечно, звонили. Ну и чего? Аппонент недоступен. Ах ты. Ёлки-моталки. Ну что, давай, зови еще. А с Танечкой разговаривали? С Танечкой нет. Танечкой. Кто такая Танечка? Да ты ее не знаешь. Она в нашей госпитале была. Медсестричка. Ох. Хорошенькая такая была. Костя. Да, ничего, да. Они вроде как с Серегой общаются. Он мне давеча и говорил, что она в новом крыте работает. Ага. Ну, надо заехать? Наверное, да. Костян, ты чего не пьешь? Я же за рулем. Давай, мужики. За вас. Ну что, тогда решено. Завтра в Новгород. А сейчас поехали, твой ботинок отвозит. Без меня. А может, я чем-нибудь помогу, а? Да не, Михалыч, спасибо. И так помог. Давай, дорогой. Ну давайте. Пока. Не забывайте. Спасибо, что пришли. Давайте. Всем удачи. Найдете его. Надерите ему уже. Спасибо еще раз. Лучше бы ты где-нибудь его по дороге выкинул. А я предлагал. Чаю хотите? Да не, спасибо. Пойдем, наверное. Конечно, хотим. Тем более, у вас прическа такая классная. Да я тоже смотрю красиво. Ну так. Пошли. Сто раз вам говорила, что эти ботинки мне не нравятся. Да вы опасная женщина. Можно я не буду разуваться? Куда грязными руками? Ну-ка марш мыть. Вален, спинку мне потрешь. Сейчас накормлю вас. На пяточке тебе не потерять пемзу. Не, Костя, это слишком интимно. Привет. Привет. О, смотри. Купил новое. Ну, эти теперь нравятся. Да, эти, Коль, гораздо лучше. Просто гораздо. Ты что, подстриглась? Да, что? Нельзя? Я Стивилин. Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Привет. Ну, а что такое? Мне уже в парикмахерскую пойти нельзя. А что, повод появился? Да, завтра к нам в редакцию приезжают коллеги из Вашингтона. Я хотела как цену. Коллеги из Вашингтона. Кольочка, пожалуйста, давай не сейчас, а не при твоем сыне, хорошо? А мне кажется, ништяк Стрижечка. А ты что, с ней вместе в парикмахерскую ходил? Коль. Знаете, с вами так интересно разговаривать. Ребят. Пошлись. Когда вы молчите. Ты есть будешь? Нет. Костян, завтра Пашка, наверное, с нами не поедет. А что? Его Галька опять бухтит, что он с нами таскается. Так что я с тобой завтра, наверное, с Трючка один заеду. Давай, дорогой. Давай, Ром. До завтра. Пока. Привет, Аля. Привет. Я сейчас домой заскочу и сразу к вам, ладно? Сын, яич, наверное, не надо больше приходить. Ты только не обижайся, ладно? Это к тебе никак не относится. Ну, относится, конечно. Но только не так, как ты подумал. Просто врач сказал, что Никита может привыкнуть. Он уже привык, понимаешь? Он каждый вечер тебя ждет. Если ты не придешь, ну, когда ты не придешь, он, ему очень будет плохо, понимаешь? Врач так и сказал. Просто подождать надо. Ты знаешь, Оль, мне как-то один человек сказал, хороший человек, что ждать, это испытывать благодарность. Не поняла? Ну, просто радоваться тому, что тебе есть чего ждать. Смотришь в окно и думаешь, господи, спасибо тебе. Голубь за то, что пролетел собаке, за то, что пробежала. Классно. А кто этот человек? Кто сказал? Рисовать меня учил когда-то. Потом уехал. Короче, если передумаешь, звони. Я не боюсь привыкнуть. Костя. Привет. Привет. Ну, вот видишь, какой красивый стал. Да уж. Полгода уже зовут, в кино сниматься. Да ладно. Ты себя в первые дни после взрыва не видел. Слушай, мы Серегу с пацанами ищем. Ну, вот Михалыч говорит, ты вроде с ним общаешься. Здрасте. Знакомьтесь, Таня. Гена. Не крокодил. А я вас в регистратуре ищу. Что-нибудь знаете про Серегу? У него какие-то бандиты квартиру отняли. Я его приютила тут на пару дней. Потом его главврач выгнал. Дожди, давно? Неделя примерно назад. Ага, сейчас он где? Не знаю. Может быть, он кому-нибудь в палате сказал. А где он лежал? В 12-й, в травматологии. На второй этаж. Ага. Костян, ты давай тогда на второй этаж дуй. Там, упроси больных, а у меня тут дело одно есть. Скажите, вы мне не могли бы дать личную консультацию? У меня просто есть один проблемный орган. Вот. Может быть, поможет, у вас же отдельный кабинет приведение? В общем, да. В общем, да. Ну, вот, и маленький вопросик, кстати. Все маленькие? Ну, как бы, как-нибудь, в принципе, да. Я же хирург, они служат спасать. Ну, откуда я могла? Знаешь, под таблетки, куда деяльник спрячем. Зачем вы их купите? Отравиться хотите? От этого даже кошка не сдохнет. Прекратите вы их собирать. Пускай санитарка этим занимается. От этих таблеток сколько бы вы и не съели. У вас только понос может приключиться. А вот желудок вы себе испортите. И пожалеете об этом. Да прекратите! Привет. Слушай, я друга ищу. Он у вас здесь в палате лежал. Как звать? Сергей Плотников. Такой щупренький. А, симулянт. Выперли его. Да я знаю, но может он сказал, куда после больнички поедет? Ну, куда обычно и после больнички едут? Либо на кладбище, либо домой. Понятно. Чего выставился? Не видел, как люди в туалет ходят. Да видел. Где я обгорел-то? На войне. Понятно. У меня вот видишь, грузовик переехал. Прямо по тазу. Все в смятку у меня там. А я на прошлой неделе женился. Не повезло, пацану. Брось его теперь бабенку. Ты-то откуда знаешь. А может, не кинем? А по-либоу, не кинем. Нафига он не будет. Все, пацанов нормально живет. А если у тебя солдаты как снаряды? Хороший себя козла с кем. Да хорош. Так что ты за Лёгко вернулся? Ну, что ты нахлешь? Под пулями труп вытаскивал. Там другое дело. Там хоть кому-то помочь можно было. Какая-нибудь мамка в Рязани. Цена похоронит. А так бы его порезали на ремни. И нифига бы мамке не досталось. Ну, а этот пацан в больничке. Он-то живой? И че? Да, Дубровик. Че сделай? Да, Костян, брось ты на него. А если не брось, там такое начнется. Что лучше бы эти врачи таблеточки-то ему оставили. Ну, Лёвка, ну, мало. Дай его. Уважаемый, вы бы отошли на веранду. А че такое? Ну, дело в том, что там сидят солидные люди. И их девушка, не знаю, что вы здесь не хватаетесь. Уйти, уйти, дай. Роже, что ли, вы раздражаете? Ну, че-то того. Да. Эх. О, спортсмен. Че, пацаны, посоревнуемся? Давай попробуем. Давай, Косточка. Костян, давай к твоей мальчике заедем. Нафига. Порядок себе приведем. Это вдруг война или какое-то другое мероприятие. Ну, и батя твое позлин. М? Че, смотри, а. Неугомонные. На пятую перехожу. Что ж вы за дураки-то такие, а? Че, что сразу драться? Куда ж она подевалась эта зеленка? Не надо зеленкой щипать будет. Вы же на войне были. Зеленки боитесь? Эй, я зеленка, масса не дам. Да кто ж тебя спросит-то? Давай сюда. Нет. Давай сюда. Нет. Я не люблю, говорю. Кто любит? Знаешь, к мне дети отмерли? Нет. Давай сюда. Уроки отмерите. Посмотри на него. Ну, что ж такое? Ну, подожди. Ну, стойте, говори. Да ты что вообще стоять-то, говоришь? Стой, детский сад. Ты посмотри. Хоть бы сгущенки какой-нибудь дали. Да перемазали всего. А ничего у тебя не слипнется, нет? Не рассчитывать. А? На. Крывашку сейчас дам. Ништяк. По крышка будем? Эть. Зачем ножом-то? Куда прямо из банки? Так вкуснее. Кайф. Пышь. Помнишь Новый год в Рос-Мартане? Помню. Мы тогда думали, вообще на стол поставить нечего будет. Ну, Костян. Откуда ты притащил две банки сгущенки? И это был лучший Новый год в моей жизни. А на утро чехи из миномета полет стали. Весь праздник испортили. Угу. Что? Зеленка, масса больше не дам. Вы же совсем мальчишки еще. И вдруг война. Ужас. С той стороны тоже не девчонки воюют. Хотя девчонки тоже. Мы один раз в квартал одни зачищали. И там. Я в школе на чердаке двух. Не надо больше. А что не надо? У этих девочек в руках тоже не скакалки были. Все хорош. Что хорош? А, хорош ты, хорош ты. Ух, у меня здесь пропустили. Вот помазать надо с зеленкой. Что пропустим? Ранение. Где? Вот. Да ничего у тебя там не было. Да вон кровище вообще. Ой. Покажи. Вот. Вот, вот. Ой, сейчас щипать будет. Тогда голову не верти. Ага. Ой, это рефлекс. Рефлекс. Вот здесь, вот здесь. О-о-о. Руки убери. Ага. Ой, о-ой, ой. Это от боли. Затыльник от боли тебе, да. Головой не верти, ты меня слышишь? Ой, о-о-о. О-о-о. Добрый день. Так, а что у нас тут? Такое интересное происходит. Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Марина нас лечит. Лечит. А дети где? Дети в школе, сейчас я их приведу. Ты есть будешь? Что произошло? Кольечка, давай ты разденешься сначала, может быть. Константин. Я жду объяснений. Коль, просто ребята подрались в кафе. Я их намазала зеленкой. Давай раздевайся. Костя, ответь мне, что ты молчишь? Константин. Я жду. Ты слышишь меня? Костя, я с кем говорю? Костя, ты зачем привел в жду, потом, когда? Что ты молчишь? Костя, я с кем говорю? Не надо меня орать. Что? Что? Я сказал, чтобы ты завтянулся. Что ты мне сейчас сказал, сын? Кто? Сына-то мы его убили в Грозном, понял? А тот пацан, которого ты бросил, сгорел в БТРе. Костя, ты правда, что ты творишь? В конце концов, это же твой сын, черт! Пошли отсюда. Алло, да, это я. Да, оставлял. Хорошо, завтра подъедем. Какой морг? Все, нашелся наш Серега. Продолжение следует... Продолжение следует... Нормально. Совсем уже обалдели этот, ты что, приперся, совесть бы поимел. Галь, дай что-нибудь закусить. Закусить? Давай. Может, ты его еще спать у себя положишь? Ты не ругайся, Галь, ладно? Нам про Серегу помянуть надо. Покорненько забыть и налить. Покорненько забыть. Помните, как ему наваляли? Ты же хотел с разведкой за него разобраться. Покорненько забыть. Повезло пацанам. Не успел. Смотрите, пацаны, попортили нам бойца. Кто тебя так расфигачил, воин? А? Размерщик. О, ничего, вечером вернемся, я с ними там разберусь. Давай, помогу. Серега, мы своих не бросаем. Ну, приятно посмотреть, как на красивую девушку. Держи. На гражданке золотой ставишь. На. Пацаны, бетер, подъехай. Давай, собираться. А что ты захотел, Серега? На войне повоевать, бубен не схлопотать. О, рыбак получается. На войне повоевать, бубен не схлопотать. Нам такого не видать, потому что здесь кругом армия, а не у мамы под хвостом. Давай, давай. Йоу, 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 слушай, я Талман, да? Ты гений. Я гений. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Здорово, здорово. Ленька, у тебя пинты есть еще? Поехали. Держи. Держи. Че, вы откуда? С фантовы. Давай, давай. Попекайся. Давай, давай, в сторону. Лучше бы я во флот пошел. Ты че, дурак, что ли? Ты знаешь, сколько они там служат? Да на море хотя бы гор нету. Снайпер у них где спрятаться. Знаешь че, Серега, правильно эти разведчики пистонов ставили. Поумнее, может, станешь. Ты думаешь, здесь морпехов, что ли, малых? Тоже обрадовались, когда на флот попали. Давай, залезай. Вылезай. Че смотришь, вылезай. Там же снайпер. Ну и че? Сейчас разбитую школу будем проезжать. Там духов полно. Граната долбанет. Так и кого-то из бетра с живым выкинет. Вернешься, вытащишь нас. Первыми вытаскивай те, кто шевелится. Понял? Все, пошел. Михалыч, ну че? Подходим к школе. Осталось 200 метров. Ничего, проверьте. 150. 100. Вроде пока нормально. Пацаны. Кого он первым вытащил? Пашку. Давай, давай, за первую ходку. Давай ко остальными, я тебя прикру! Давай, сгорец! А-а-а-а! А-а-а-а! Вторым меня. Давай, за вторую. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 А после Михалыча? Серега, ты чего в козах? Он живой, он горит там! Маша, прикривой он горит! Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Вот, забирайте, пожалуйста Что-то забирать будете? Это не он! А я говорил, там надо было поворачивать! А что не повернул? Ген, давай Атлас тебе подарю, а? Ну, а что, все равно пригодится! Серегу искать надо! Да найдем! Он точно теперь еще лет сто жить будет! Слышь, Костян, давай это, твой рисунок распечатаем! Этот мужик по фотке его не узнал, изменился Серега? Ну, давай! А это что такое? Что, рисунок? Смотри! Так, подожди, пацаны! Я сейчас отгадаю! Это замком взвода! Правильно? А? Ему еще легкое пострелили в Алхан Юрсу! Помнишь, Паш? Да помню я! Блин, ништяк! А это, 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 это же, я тоже знаю! А кто это? Петька это из транспортной бригады! А-а-а! Точняк! Костян, а это кто? Плетеха наш, с детьми, со своим! Подожди, да кого же молодым грохнули! Здесь ему лет сорок, и детей у него не было! Ну и что? Могли у него дети потом родиться! Дай себе! Знаешь что, Костян, можно я рисунки себе возьму? Да бери, конечно, я их просто так рисовал! Спасибо! Ладно, пацаны! Поехали! Давай, гибон! Ты! Оп! А? Какая дура! Спасибо! Я пойду в магазин зайду! Нифига! Да моя просила, посуду до микроволновки купим! Сейчас приду! Давай, скажите, а вы можете вот эти рисунки распечатать? Ну да! Только аккуратней! Это Костян нарисовал! Все-таки там лучше было, Костян! Ты дурак, что ли? Да не, серьезно! В армии много чего непонятно! Зато все правильно! Костян, мы здесь зажрались! Там, там действительно мало нужно было! Две банки, сгущенки, бамс, тебе Новый год! А сколько она стоила? Три бакса! Костян три бакса, а счастье полные штаны! Ген, ты скажи, а ты что, плохо устроился? Да нормально устроился! Нормально! Все равно что-то не то! Бабки кругом! Бабы эти страшные! Кручусь, как раненые! А кайфа вообще никакого! Никакого Костян кайфа! Где она, та самая сгущенка? Ну, продукты, пойдем купим тебе! Да я не о том! Слушай, я тут дело одно намутить хотел! Чтоб бабла побольше и побыстрее струбить! Ну, Пашка, его же не раскачаешь! Ему и так, и так! Он реальный тормоз! А бабки общие, там надо было сразу решать! В общем, я бабло взял, а потом на него стрелки перекинул! Да я понял уже, Ген! Че ты понял? Вот че ты понял? Думаешь, я эти бабки зажал? Там их в три раза больше стало! Ну, а ты собираешься Пашке говорить? Я пока не знаю! Да! Хорошо, сейчас приеду! Отец звонил! Че-то срочное у него там! Ладно, все! Давай! Девушка, сколько я вам должен? Сорок рублей! Сорок рублей! Держите, задачи не надо! Вы мне можете свой телефончик черкнуть? А Костян-то куда ушел? Батя ему позвонил, что-то там приспичило! А, парня, спасибо! Ну, че, купил? Да ничего я не купил, блин! Вот все у них есть в магазине, а посуды для микроволновки нету! Да вы закончили здесь? Пойдем, мы с тобой побазарим, наверное! А че такое? Можешь мне всечь, но это я деньги взял! Как будто я не знал! Подожди! Я ж тебе отдам! Там их два раза больше стало! Арсенку забыл! Подожди! Паш! Ну, Паш, подожди, слышь! Да я реально отдам! Ага! Там знаешь, сколько бабла осталось? Там на три дома хватило! У тебя там дверь не закрыта! Привет! Я для тебя и открыт, я сам! А где все? К морю уехали! Осенью? Школа? Там тоже школа есть! Подожди, так они чего, надолго? Как получится! А Марина там, родители живут! Да! Похоже, достал ты ее! Я никак понять не могу! Раньше щелкнешь, и они в строй встают! Любую выбирай! А когда сам полюбил по-настоящему! Она меня бросила! Представляешь, Костя? Чего я так постарел? Зачем? Насчет друга, что его переговорить, я что? Насчет Генки? Нет, нет, нет! Этого! Как его? Которого вы искали? Серега? Я на его справке! Так вот, никуда он не исчезал! Зарегистрирован по этому адресу, там вот двоюродный брат прописан! Брат, двоюродный, а мы ничего не знали? Да много чего не знали! Жень, Кость, полна все призов! Спасибо тебе! Не знаешь, Барь? А я тебя прощаю! Прощаешь? За что? Да не убери в голову! Что? Пока! Ой, ты совсем меня замучила! Ты будешь говорить нормально? Я нормально говорю! Ты скажи пакет! Капец! Ну ты издеваешься надо мной, я же прошу тебе сказать пакет! Ты будешь говорить или нет? Все тогда сегодня без мультиков! Опа! Капец, капец, капец! Ладно, дома поговорим! Привет! Привет. Лифт, наконец, починили. Колотили сегодня весь день. Привет. Мне поговорить с тобой надо. Что, жажда больше не мычет? Нет. Прошла. Ты знаешь, я тут подумала, может быть, не страшно, если он к тебе привыкнет? Или ты против? Привет. Привет. Рассказать тебе мне больше и нечего. Все истории закончились. Не надо рассказывать, я сам узнал. Точно? Точно. Ты только посиди со мной рядом. Договорились. Давай марш в постель. Давай, ложись. Спи. Двигайся. Давай, давай, давай. Пока на ночь. Закрывай глаза. Спи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А чье это лицо? Субтитры создавал DimaTorzok Ты кое-то знакомый. Субтитры создавал DimaTorzok Майя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok